Здравствуйте, уважаемые дамы, здравствуйте, уважаемые господа. Меня зовут Тимошенко Наталья. Я продолжаю читать свою сказку про дедушку Ау. Дом 5, лава 8. 8. Так. Дедушка Ау зашел в беседку. Так-так-так, что тут мы все делаем, спросил он у Ростмака Котофеевича Маячка. А мы тут отдыхаем. А, вы тут отдыхаете, значит. Здорово. Как отдохнули? Хорошо. Хорошо? Да. А теперь за работу. Какую работу, изумились, друзья? А что, вы думали, что будете все время отдыхать? Ну да, но нет. Сегодня будем работать. Значит так. Сегодня срочно нужно выкопать все тюльпаны и положить их в сушице. Вырыть яму, не скажу зачем, но скажу, как и фабритов. Один метр в глубину, два метра в ширину, три метра в длину. Мне все нужно. Мне все равно, как вы будете ее копать. Вот в этом месте нужна такая яма. Хотите, ройте ее. Вот у меня лопата есть. Хотите волшебным образом. Но яма должна быть двум часам. Срочно! Так-так-так, обедать предложу вам позже, после ямы тюльпанов. Сказал дедушка Ау и шустро вышел за ворота. Друзья были крайне удивлены, что это было, поинтересовался маячок у всех в голове. Не могу даже предположить, ответил Ростмак. Но раз ему так срочно нужно это сделать, нужно срочно ему помочь. Я буду яму копать, сказал Ростмак. А вы, наверное, луковицу тюльпана вытаскиваете. Знаете, что такое тюльпаны? Да, мы у Люсы наблюдали. Ну, вперед! Быстро сделаем, будем отдыхать. Котофеич подходил к тюльпану. Ну, тому зашевшему стебельку, что остался от тюльпана, маячок говорил слово, и луковичка выскакивала из земли и приземлялась в лукошко из прутьев, которое сродил ему Ростмак. Ростмак воспалил над землей. В том месте, где предполагалось вырыть ямку, каких размеров, мысленно в голове приставил габариты, наложил их на землю, нарисовал их мысленно на землю, потом раз, раз, два, три, и опа, яма и мужу их развернула габариты уже готова. После постройки ямы Ростмак присадился к друзьям. Так, 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 по одному, значит, выдергивать. Давайте все и сразу. Ростмак закрыл глаза, приставил все тюльпаны, которые были в Ахарусе на участке дедушки Ау. Сосредоточился на них, и раз, два, три, все в лукошке, луковички в лукошке, а стебельки рядом, в кучке, вдруг еще стебельки придется собирать. Ах, как же хорошо! Друзья обрадовались, что так быстро и легко выполнили работу. И тот появился дедушка Ау. Широко улыбаясь, он восхитился работой друзей. Обернувшись, он произнес, проходите, проходите вот сюда, госпожа, вот, пожалуйста, госпожа, вот, смотрите, все, как вы хотели, госпожа. Я вас могу познакомить с своими друзьями, госпожа. Вот, знакомьтесь, госпожа Омус. Перед друзьями предстала маленькая бабушка с кучерями и волосами. Одета была солнечное платье, очень-очень пышное. А на голове... На голове красовался огромный оранжевый бант, а в руках она держала сеть. Здравствуйте, мальчики! Как вы пропела госпожа Омус. Я госпожа Омус. Вряд ли вы со мной знакомы, так как я сейчас с вами познакомлюсь. Так-так-так, ничего не говорите, не надо. Я сама хочу попробовать. О, вы, Ростмак, волшебный небесный чародей, который недавно всех, кто спас. За что вам огромное спасибо. Лично от меня вам подарок. И госпожа Омус протянула Ростмаку оранжевый сверток. Пообещайте... Она заглянула глаза в Ростмаку. Пообещайте сейчас не открывать. Открывать только вечером, когда взойдут звезды. Хорошо? Хорошо, согласился Ростмак. Так-так-так. А вас тут двое. Первый это маячок. Его не очень видно, потому как он слился с котенком. А котенок никому не говорит свое имя. Правильно, кстати, делает. И поэтому все зовут его Мммм. О, все зовут его Котофеевичем. Так, для вас, О, Котофеевич, тоже подарок. Она протянула ему маленькую корзиночку, в которой лежало синее колечко. Шо это удивился Котофеевич? О, тоже придется подождать, пока не взойдут звезды. Так вот, ой, так вот, так вот, маячок у нас. О, маячок, маячок, а вы проказник. Хи-хи-хи-хи. Как так можно проводить дни? От кого это вы тут прячетесь? И значит всем рассказываете, что не можете говорить? А-а-а. А только через мысли можете передавать данные? Умно, придумано. Ну ладно, не буду вас, маячок, смущать перед друзьями. Но вам тоже есть подарок. Вот. И она положила рядом с Котофеевичем прямоугольный стеклянный кубик. Да, он тоже заработает только во время звездного времени. А-а-а. А вы мне уважаемые подарки сделали. Я прилетела специально за луковицами тюльпанов, которые мне любезно подарил наш всеми уважаемый дедушка Ау. А-а-а. Ах, так быстро меня еще никто не встречал. И моя заказанная ямка уже готова, я полагаю. Конечно, госпожа Омус. Дедушка Ау подвел ее к свежевырытой яме. А-а-а. Ах, как здорово. Госпожа Омус стала прыгать в самой яме, вместе с лукошком, которым были тюльпаны, на левой ноге. Стала прыгать баль четыре раза. Прыг-прыг-прыг-прыг. Потом стала прыгать на правой ноге двадцать четыре раза. Прыг-прыг-прыг-прыг. Потом на двух ногах сорок восемь раз. Прыг-прыг-прыг. И растаяла, как дым. Дым превратился в воронку и вошел под землю. И только огромный оранжевый бант лежал на земле. И что это теперь? И что теперь пронеслось в голове у всех? А ничего. Госпожа Омус арендовала у меня это пространство в виде ямы на четыре дня. Мы ничего трогать не будем. И через четыре дня все поймем. А пока можно отдыхать. Пойдемте я споколю, сказал, что мне чуни передали вкуснейший обед из двадцати четырех блюд. Нет, вы представляете, двадцать четыре блюда. Я нет, не представляю. Идемте, посмотрим, что там. Продолжение следует. Вы замечательные, прекрасные люди. Я безмерно рада, что вы меня смотрите. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует. Продолжение следует.